На днях в здании районной администрации собрались представители власти и участники антинаркотической комиссии. Очередное заседание было посвящено острой проблеме, стоящей сегодня перед обществом – табакокурению в молодежной среде. Подробности в материале Тины Капачевской и Михаила Варгулева. Одна из распространенных проблем всего общества – это курение. При этом, увы, среди курильщиков есть немало подростков. Очередное заседание антинаркотической комиссии было посвящено именно этой теме – проблеме табакокурения в молодежной среде. На этот раз, помимо постоянных членов комиссии, в ее работе также приняли участие руководители учреждений профессионального образования. Как отметила в своем докладе Екатерина Кадысева, врач-психиатр Славинской ЦРБ, в ходе тестирования подростков в учебных заведениях на предмет курения было выявлено более 20% учащихся, страдающих этой вредной привычкой. Проводилось это тестирование анонимно и добровольно. Вы с вредными привычками должна быть именно с несовершеннолетними и именно с табакокурением. Но прогресс в этом вопросе все-таки есть. В сравнении с 2012 годом число курящих подростков снизилось на 3,4%. Произошел этот спад за счет уменьшения числа курящих школьников. Среди этой категории курильщиков показатели также снизились на 7,6%. Можно предположить, что такие изменения произошли благодаря принятию жесткого антитабачного закона, который ввел запрет на курение в общественных местах, а также проводимой профилактической работы среди подростков. Так, только в 2013 году на базе школ Славинского района было проведено 896 заседаний Советов профилактики, а также порядка 2000 заседаний штабов воспитательной работы. Говорить по той деятельности, которую осуществляют штабы в рамках заявной тематики, это безусловно стремление того, чтобы показать нашим воспитанникам, учащимся те формы активной работы, которые позволят их задействовать в различных секциях, в кружках, без отвести от бамбурности привычки и показать альтернативу курению, наркомании и другим нехорошим изличеству. Благодаря таким профилактическим работам сейчас возле общежитий, учебных заведений и на остановках общественного транспорта не так-то часто можно встретить подростка с сигаретой в руках. Наша съемочная группа убедилась в этом лично при подготовке материала. Однако, как показывает статистика, среди студентов средних специальных учебных заведений эта вредная привычка распространена больше всего. На первом месте в рейтинге самого курящего учебного заведения – электротехнологический техникум, затем сельхозтехникум и наименьшее количество зависимых от никотина в техникуме экономики и права. На заседании поступило предложение изменить подходы к работе по снижению числа курильщиков среди студентов. Заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус вышла с инициативой провести рабочее совещание со всеми директорами учебных заведений для того, чтобы определить меры воздействия на молодых курильщиков. Когда мы будем едино подходить в каждом учреждении в нашем районе, тогда и будет результат. А то, что на мероприятия ходят, рассказывать мы будем. 20% пошли, которые курят, через 15 минут они оттуда сбежали, а мы провели мероприятие с теми, кто вообще это не делает. Предложение было принято в итоговое решение заседания и в ближайшее время будет реализовываться в жизнь. Руководителям общеобразовательных учреждений уже поставлена задача обращать особое внимание на досуговую занятость детей в период каникул, организовывать больше спортивных мероприятий, а также продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни.